и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть арксервайвл и болт все так же с модом экспенсион корс о том же сервере меня еще не выгнали отсюда или же до сих пор не значит я русский либо здесь к русским реально относится хорошо к русскоязычным так что все нормально суть в чем сразу же хотелось бы сказать сейчас браузер откроем сразу же хотелось рассказать сейчас получается вышел только меховой меховой убийцам где я томил бета мил хора и кстати до хора это хора хора никак я изменять имени будет не буду я сразу назвал ее хором и хором для аргентависа фреон white предложил имя воин небес но так как я играю на на каком-то англоязычном сервере то я назвал хэнворо воин небес собственно небесный воин переводится поэтому как бы оставил так но здесь и так лутался небесный воин да то есть решил назвать именно так понравилось понравилось мне это трайка женского пола лина ганшик не знаю она или он но раз все-таки имя ли на будет она вот потому что ганшик я не знаю фамилия это или просто это не взятый в общем алина предложила трайк же серебрянка трайк м железный рок аргент небесные либо небесная что в чем-то даже сходится ну я все-таки предлагал мужик все-таки там как-то ацентировать но небесный воин мне больше понравилось тем более это был первое даже предложение вот птер ветрогон если в женский то ярокрылка я выбрал silver на silver это серебряный серебряные серебряное в общем все это переводит пишется как silver можно тип на вас silvering но я не думаю что это как-то вот silver silver этого вполне обычное имя вот ну по понятным причинам мне это тоже понравилось и я решил ему так назвать остальных я не переименовывал и у меня появился сегодня с утречка новый гость заспавнился он прикиньте на этом же острове но практически на этом острове сейчас вам покажу 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 вот на том острове видите ловушка стоит и по мостику его пригнал он заспавнился и давай все глушить убивал всех подряд также бронта там убил и так далее но такой опаньки альфа волк ну хорошо давайте я притомлю альфа волк это здорово 15 с половиной тысячи здоровья выносливости странного тучи вес который качать нет смысла 580 они вполне достаточно урон ближнем бою скорость бегает быстро остается только вкачивать урок как видите я его не качал давайте посмотрим сколько я вкачаю здорово офигенно в общем теперь у меня есть альфа волк красный также как видите предлагайте имена как назвать я буду понятное дело называть и говорить кто что предлагал также еще 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 однако предлагал волчица джо лала но собственно как я уже сказал волчица это хора хором без вариантов вот кстати вся постройка у меня здесь поломана потому что я альфа волк на таблил на бронта это вы сижу афк смотрю микро весь трясется трясется думаю вы мать либо ту короче что-то плохое либо это бронт ходит поворачиваю смотрю ну точно бронта вызываю как ведь он без седла сейчас покажу выхожу смотрю бронтач ну хорошо вызываю бронта все хорошо короче и так погнали пока это пока все рассказываю злутаем злутаем фиолетовый кристалл я теперь могу глутать у меня лава уже 82 у таких можно 75 лава так что погнали злутаем вот в общем пока я натравил на него на бронта и они здесь дрались но бронтач понятное дело бьет ауешным скиллом хвостом я отлетаю смотрю по постройке по 35 везде ну ладно по 35 немного короче ну и все он его завалился нормально покачались потихонечку очень удивило то что падает с фиолетового луча сейчас взлетим так кто там меня там бил бить пытался опаньки да кстати предлагали то что типа если в волчиться когда хватаешь волка да и он тебя бьет волка тигра он это типа ударил и я пару раз ударил и дешево что отцепиться я с этим не заморачиваюсь я думаю что лучше перед подхватить и так намного лучше будет вот но аргентависа вот так вот прокачать можно и неплохо листозаврика притомил да это здорово кстати я рассказывал не рассказывал в общем листозаврика я притомил себе он теперь качает всех помогает качаться вообще все здорово я когда ухожу на долго фк я оставлю автокликание на анна это так честниру ничего не сперта так давайте смотрим автокликание на е и он постоянно пет и то юзает и все нормально все танцуют все качается в общем это еще такой слабенький сет очень много металлической брони и маскировочные костюмы падают с фиолетового я не представляю что падать желтого и тем более уж с красного и желтым меня доступны будет сотового красный или красный сотового желтый или красный вроде желтого 75 красный сотого но в общем красного ли сотовом жду не дождусь когда я смогу открыть и посмотреть что будет там так ну давай от тебя обратно все прикину я лично стараюсь подходить чтобы он использовал свое умение вот ну и собственно давайте расскажу что у нас здесь творится здесь как видите просто сраного всего что я понаставил во первых о свечной электрик о прикольно а я не знал окей хорошо но разрушить почему разрушить у меня есть здесь вот она да во первых я снова генератора можете рассказал про генератор наверное нет просто это пытался уже серию записать и я не рассказывал там в общем установил генератор установил освещение на вот они три лампы здесь одна лампа здесь на углу стоит и 1 лампа там освещает все просто 5 еще здесь маленький светильничек ну как светильничек но есть как светильничек закинул страну точу топлива и все хорошо давайте по порядку во первых да вот он электрический станок у на первых маленький станок 20 он так и называется станок 20 вот фабрикатор версия 20 он маленький удобный и вот этот электричество также здесь есть вот такая штука на advanced gas clean это создает статуи это тоже самое только электрическое поэтому разрушить я просто дал не стал а вот здесь получается создается глаз панели и всякая фигня убираем так как вот на электрическая смысл мне держать обычные ну просто установил их чтобы показать вот это я не знаю для чего нужно ну собственно вот они киблы как эти кибла работает и работают ли они как обычные киблы напишите пожалуйста пожалуйста в комментариях очень будет интересно послушать ваше мнение по этому поводу особо не прикалывайте по создаешь сумочку и из нее 10 таких вот рандомных выпадает в общем пишите в комментариях свое мнение или же если вы знаете что да как ну вот это ингредиент просто пишите свое мнение здесь это классная штука да 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 я седатив наркотик черт побери я когда искал седатив наркотик либо что-то наподобие его 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 не было в изучении у меня он не появился сейчас же он появился и 4 я прошлую серию зря мучился от три раза пытался питомить альфа птира и вы не поверите насколько я обломался по жесткому альфа птир все равно исчез кстати да альфа птир исчез мне когда перезапустился альфа птир исчез и все полная жопа короче вакханалия короче он просто задеспавнился рестартируя он задеспавился суть то в чем дело я попытался поймать альфа птира побегать за ним просто хотя бы подойти в упор он сразу драпает а там был 55 альфа птир это просто был подарок судьбы который застрял скале но мне не повезло потому что я дурак я не знал что есть седатив наркотик а вот ну да ладно первым когда нибудь еще вернемся в общем седатив наркотик конечно да 300 цветов 300 гривов это много 200 наркотика 200 кристалла это конечно поменьше между цветов но благодаря вот этому вот этой штуке мы можем создавать страну тучи цветов благодаря страну туч металла но я думал за 35 металла один цветок думаю ну хорошо почему бы нет металла стать легче но 5 цветов это просто офигенно 5 цветов 5 грибов это просто когда я это увидел я просто офигел в общем здесь есть броня мне лича king если я не ошибаюсь написал о том что да когда где он даже скинул мне google документа о том кого томить с руки из какого либо и так далее суть в чем надеваешь это шлем и ты можешь томить травоядных с руки альфачей надеваешь это шлем ты можешь отомить этих господи и до хищников с руки но как лично написал то что типа к альфачам все равно подходишь они это начинают агриться хищники ядовитые чип то есть их наводки давида вот но я думаю есть надеть допустим маскарадным какой маскарадный костюм маскировочный костюм то может работает типа такая фигня как допустим на мегапитеков и так далее гигантопитеков точнее то что они не агриться типа их можно кормить с руки спокойно вот я лично это рассчитывал но как видите сапфир рубин эмеральда аметист и этот алмаз господи алабаз с рада майнкрафт я я только благодаря ним вспомнил как это все называется точнее как тут они пишут по-английски как-то называется а вот даймонд что-то я как-то запамятовал вот и ну и собственно прайм кератен это все нужно добывать с этим мы основная будет проблема но это альфачей убивать убивать праймов альфачей на 1 убивать так что еще личкинг писал а ну про дуду рексов писал с киона это боссы с них падают вкусняшки но проще всего их убить на мегапитеке то есть короче до сионов с киона точнее а еще до ли он также скелетон стеги теперь это подсвечиваются как боссы сложно убить то есть все скелетоны теперь это боссы считается убить сложно ну хорошо я говорится всем спасибо за подсказку кто что подсказывал очень полезные советы даете по крайней мере мнение разбирающимися в этом всем очень даже полезно кстати увеличил сразу же сразу же сразу же сразу же обгрейте обычную металлическую кирку потратил я около полтора тысяч полторы тысячи металла на металлическую кирку при напрямую на апгрейд и вы не поверите какой это кайф я сраного тучи металла добываю за сраного тучи мало времени легко и быстро суть в чем объясняю в общем теперь за каждый удар по металлу я получаю обязательно то есть по руке обязательно какой то предмет раньше было как ударил мог не получить ударил мог не получить там два раза ударил я один из них получил теперь каждый 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 удар я получаю какой-нибудь ресурс офигенно как быстро то есть минут за десять на своем аргентами то есть я летаю на тот остров было тот остров ход где меда вот туда на подкову летаю собираю там металл собираю около девяти тысяч и возвращаюсь обратно все это занимает чуть меньше десяти минут плюс минус ну в общем 10 минут это занимает это кайф это кайф сейчас как видите металл у меня перерабатывается как я понял металлическая точнее электрическая печка у меня появится но форнес покормили на на при появится на 85 левле так что еще до этого далеко вата так браузер закрываем он мне пока не нужен по киблом по киблом кстати я киблы киблы карна нужны для волка база база все дела все хорошо и собственно что еще я убил альфа делофазавра и мне выпал и мне выпал и мне выпал и мне выпал это просто здорово это был еще до того как я понял что мне нужно именно эмиральд это было до того как я увидел альфа волка и это было реально до того как я понял что не то седло эмиральд черт побери эмиральд но у меня есть эмиральд так что я тащу изумруды ну да ладно создаем седло мне интересно что будет требовать на апгрейд седла чем не надо мне надо волокно не металл о металл грубой был все скинуть скинуть кинуть кинуть это я же ломал станок кстати очень сильно мешал чтобы попасть в шкаф либо в шкаф короче очень очень мешал сильно ай твою мать я скинул волокно еще и вывалился из гнезда вот в общем мы решил кстати вот вторую полочку поставить потому что реально места не хватало очень удобно здесь я поставил мостики и поставил второй адванс стол наверх и один сюда первый также здесь оставил так что все замечательно сейчас к нему вернемся черт побери я просто минут 20 буду рассказывать о том что произошло и блин не знаю нравится вам это не нравится пишите в комментариях устраивает ли вас такое так что я ищу я еще волокно ну реально я очень много чего здесь увидел и прошел то времени то немного пару дней всего лишь но я реально очень много чего увидел так изготавливаем альфа седло так сразу же хватаем все что нужно давай 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 готовься готовься быстрее 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 кстати да здесь есть prime полимер я тоже его изучил пока что он не не к чему но но я на всякий случай изучил чтобы был оу еее подожди волчок подожди подожди волчок что требуется для апгрейда не то я кстати так уже разобрал свою кирку аккуратнее апгрейд 3 эмеральда и 1200 ну окей 3 эмеральда конечно это очень много у меня и конечно же нету поэтому он всему свое время когда-нибудь будет зеленый свет значит лучше приземлился здорово хоть построил все очень клево получаю мне это нравится ей быстрый очень быстрый и назад и вперед входит очень быстро это здорово здорово ему можно скорость не качать по сути вообще посмотрим сейчас как он плавает кстати дамаг уже неплохой у хора дамаг чутка побольше но учитывая сколько я дамагов качал уже это да это да так ладно далеко еще летит странно ворота закрылись давайте посмотрим как он плавает почему туда обожаю на волках прыгать в воду они пол половина водоема перепрыгивают то есть когда между островками путешествовали половина островка перепрыгивали почему именно сюда здесь альфа-делафазавр альфа-делафазавр это означает нужный мне предмет такс а именно возможность выбить эмиральд еще один такс говноедвина так москопс свалил моська-моська сбежал отлично отлично эмиральд здорово с дилафазавр впадает эмиральд запоминаем потому что уже со второго реально выпадает второго альфа-делафазавра убил из второго выпал эмиральд и нехило хьюж кожа правит правит хьюж кожа 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 масло масляное второе уже прайм кожу все короче много прайм кожа выбил это очень здорово тороплюсь тороплюсь я пытаюсь рассказать все и сразу чтобы ничего самое главное не забыть я потом а да ладно я забыл это сказать черт побери а порой просто тучи ненужной информации говорю и время как-то пытаюсь тянуть этого не всегда так либо одна крайность либо другая стильтет еще должен был бегать альфач но я его не вижу так что наверное и фой и нету уже ну да и бог с ним как говорится нет и нет а ты кто минуты обычные и здесь может в прайм муравьи будут тоже было бы интересно она с них с прайм муравьев я думаю прайм хитин будет там не нужен прайм кератин и сюда прыгать дерьмовая идея будет придется под конец спрыгивать с волка и надеется что я выживу так ну ладно вроде все рассказал если что не рассказала и сейчас уже включусь а пока что а забыл сказать что я хочу сделать в общем а ну да сейчас перемещусь дома там уже продолжим там еще и на дочку что рассказать ну и собственно что сейчас будет уже рестарт через 15 минут писали на этом уже минут через 10 в итоге блин и я так знаете подумал я наверх сделаю серию короткую ну как короткую не буду ничто то есть вот рассказал показал как добыть самое главное драгоценные камни когда быть эмиральд я так на так называл как добыть эмиральд вот я так и назову серию я думаю это будет правильно вот и кстати сапфир я думаю добывается с подводных альфачей почему ну он обычно с подводных почему-то добывается может у всех типа синий камень сидела вода синий тоже цвет такие дела в общем суть то в чем чем я томил альфача альфача томить очень тяжело точнее оглушить торпор с него поспадает просто до жути как но я до этого еще приготовил себе я думаю вы заметили ружбайку и 40 дротиков вот это кстати осталось с того то есть двадцать три дротика 22 дротика я потратил эй алёша вы чё борзели что ли они дружно переключились все на агрессию прикол да да они все дружно переключились на агрессию и все а я не знаю как с этим бороться на нейтрал их тоже ставить в них дебилы сразу что стоит с кем-то на вступить в драку они сразу же все шкрябают о чем я рассказывал в общем короче 22 дротика я подробно то чтобы оглушить волка у которого было не слишком много торпора и это честно признаюсь давайте посмотрим сколько у него я может быть и скажу сколько у него был так это хрен варен на вот супер на альфа да и рвольф 41000 нет там где-то около 15 наверно наверно около 20000 торпор был он торпор паспадал очень быстро в общем мне повезло что я состряпал их и состряпал длинную винтовку видите да то есть между 8 процентов то есть я ее улучшал улучшал вручную без беспрочность не предметы на свете здесь есть урон а есть урона прочность то есть беспрочность не оружие используют только беспрочность на и дротике то есть обычные дротики но они используются только в таких винтовках. Суть в том, что они не то, что они там, типа, бесконечные, они просто используются только в этом оружии. И я ее использовал, ну, раз уж создал, я ее использовал на то, чтобы сагрить на себя волка. Ну, чтобы он за мной бежал. Вот. Так же касается Транквилл Стрел и, собственно, всего остального. Что же дальше? В общем, как их делать? XTranquilDart 10CC. Ха-ха-ха. В общем, так это говорится. Как видите, у меня здесь очень много сраного туча ресурсов лежит, но нужно только полимер, наркотик, металл и цветок. Так, давайте глянем. У меня есть там обычный полимер, который... Полимер обычный. Есть обычный полимер. Его и будем использовать. Я создал полимеры, но лучше использовать органические. Органические я добываю, кстати, очень легко. Я еще ни одного животного не убил, у которого есть органический полимер. Я беру вот эти предметы. Так, в тебе есть. Так, в меховое. Нет, в тебе нет. Я беру вот эти вот предметы и просто разбираю их на полимер. Ничего, так сказать, сверхъестественного. Ой, это апгрейд был. А вот это разобрать. Вот. И, собственно, получаем так. Ну, сейчас мало, а так в целом бывает, как видите, нехило. Все. Дальше. Находим в оружие, боеприпасы. Так же, как и стрелы. X-Arrow есть. X-Tranquil Dart. Вот. И, собственно, 3X наркотик. Нужно 5 штук. Полимер 1 штука, следок металла 1 и редкий цветок 20. Изготавливаем 6, потому что редких цветков у меня не хватает. Что, соответственно, создаем сраного тучи редких цветков. И нет проблем. Дротики матерые. За раз они отнимают полторы тысячи торпора, точнее, накидывают. При всем при этом они держат торпор примерно секунды 3 в полторы тысячи значения. То есть, это достаточно, чтобы стрельнуть, перезарядиться. Торпор уже начинает скидываться. Вольф отча за этот момент примерно скидывается где-то около соточки. Еще раз ударяем. То есть, каждый, то есть, во время перезарядки, то есть, с перезарядки сидела, в общем, каждый дротик накидывает тысяча четыреста торпора. Примерно. Точно я вам сказать не могу. Но в целом он накидывает полторы тысячи ровно. И это здорово. Если фушната пошла, это крайне здорово. Как видите, благодаря вот этой фигне я еще качаюсь. Потихонечку, не торопясь, но качаюсь. Так, что мне нужно, что мне нужно, что мне нужно. Урон, урон. Ну и пока что я качаю стойкость. Стойкость это штука хорошая. Пригодится. Ну, кстати, два лэбла осталось. И у меня будет электрическая печка. И я думаю, она будет быстрее работать, чем эти две вместе взятые. Да и заодно селитру тратить я не буду на них. Я уже задолбался селитру на вас тратить печки. Но зато печки тащат. В общем, как видите, создаем цветочки. Создаем басявые транквилдарты. И просто тащим. Проблем, как таковое, со всеми этими ресурсами нет. Наркотик создается из странного туча протухшего мяса и немного наркобериков. А достать это легко. Протухшее мясо, ну, любого боевого берете и добываете. Волк, допустим, добывает очень здорово. И, кстати, я же альфача себе еще дамаг альфачу вкачал. Вот, так, погнали. Вот, и теперь он реально тащит. Он еще сильнее тащит. То есть, вот, 518, прикиньте, просто 518 и добываем сырое мясо. Все просто здорово. Так, 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 так. Праймач? Нет, праймач, отлично. Как видите, даже по праймам 233 дамаг, это очень здорово. В общем, остается сейчас дело за малым. В следующей серии я буду... Вот, кстати, рестарт через 5 минут. В следующей серии уже нужно будет искать... Китцаля. Господи, вспомнил, как он обзывается. Нужно будет искать Китцаля и уже тащить. Потому что без Китцаля очень тяжело что-либо сделать. Сраные хищники. Всех замочу, всех замочу, всех замочу. Чего я кликаю? Блин, у меня есть автокликание. Я просто... Я просто... Почему ставлю автокликание себе на педаль от руля, чтобы у меня мышка рано или поздно не сдохла? Ну, лучше поздно, чем рано. Поэтому, как бы, я рассчитываю именно на это кликание. Фу. Дива-ди-ка. Э, слышь, ограбили меня. Я тебя сейчас ограблю, котина-то беспонтовая. Чё тут какое-то месиво вообще прям конкретное. О-о-о-о. Хо-хо-хо-хо. 95-й, 75-й. Вот конкретное месиво было. Так. Что у нас здесь? А, у меня PrimeHuge спер. Ну ладно, я думаю, что у меня спер. Вроде бы ничего ж не было. Мне показалось, или здесь был альфа... Альфа... Не, мне показалось. Это, походу, дело, моя аура меня также обманула. Ну ладно, я уж думал, сейчас я альфа этого завалю. Мегалодона и посмотрим, падает ли с него что-либо. Как я подразумеваю, с него должен падать сапфир. Не знаю, почему, не спрашивайте. Просто привычка уже со всех игр уже такая пошла, что падает именно такое. Кстати, теперь благодаря такому волку я могу просто убивать сраного тучу стаи всякого говна. Как вы видите, не только на суши, но и под водой. Ну вот, что-то автоклик не сработал. Ну что, если кликать немножечко мышкой. И самое главное, для чего я это делаю. Да, кач, не спорю. Кач, 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 все дела. Я не спорю. Волк качается, волк просто тащит, раздербанивает. Самое главное, поднимайся наверх. Давай, 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 наверх. Черт побери, почему ты не всплываешь? Волк! Ты отравленный? Не, ну благодаря твоей отравленности мы сейчас сдохнем, короче. Точнее, сдохну я, тебе-то будет пофиг вообще. Погоди-ка, нифига себе, вот его там поддербанили. Чуть вдвоем не сдохли. Собственно, для чего я такое делаю? Да, кач, я, кстати, такое делал и на обычной волке. Кач, не спорю. Самое главное, о, экспириенс поушин. Ой, тихо, тихо. Экспириенс поушин, использовать, тащим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тысяч мяса! Ну, я думаю, дальше вам не стоит объяснять, для чего это мясо нужно и как оно мне поможет в моем действии. Такс, что-то приходится ягодками отжираться. Что-то я про мясо забыл, что-то пожар, точнее, забыл. Вот, такие дела. Такс, ну-ка, все свалили, все свалили, все свалили, все свалили. Все. Э, ты ж в натуре пошел в жопа, в жопа пошел. Как вы меня все бесите, а, уроды. О, а это что это, манта? В общем, самый лучший вариант, бывает, мясо, это с рыбы. Любой хищник вам добудет мясо с рыбы. Просто, просто сраного тьма. И, соответственно, благодаря этому и спунеру, спунеру, какого спунеру? Вечно его спунером называю. Благодаря спойлеру я могу, о, минута, как раз и закончим. Благодаря ему и спойлеру я могу делать просто сраного тучу тухлятины. Переместить все. Врубаем. Тунц, тунц, тунц. Вот, и уже немножечко подлутав ягодок, я могу сделать просто сраного туча 3х с наркотиком. И, кстати, да, вот видите, освещение какое кайфовое. Все-таки я дождался ночи и показал вам. И это здорово. Освещение просто кайф. Освещает все. И работает все от одного генератора. Кстати, я не знаю, что это за батарея, но, по-моему, какая-то штука прикольная, по крайней мере. Так, поверхностно ознакомившись с этой всей фигней. А, тут, кстати, скины есть. Я же так не этого рассказал. Вот, а про это рассказал, про это рассказал, про это рассказал. Все рассказал? Обалдеть! Вот теперь точно все рассказал. Ну, в общем, эту серию я выпущу как положено. То есть, получится, серия выйдет каждый день. Завтра будет уже серия новая. Так что не беспокойтесь. Ну, а на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. В общем, короче, пишите. Предлагайте ники, как их назвать. Список полный вы в течение серии увидели. В самом начале особенно. Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Самое главное... Самое главное... Самое главное... Самое главное, чтобы все было хорошо. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok